МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 40% населения в Казахстане наименее обеспечены. Их доходы будут повышены с 22,8% до 27% к 2025 году. Об этом на 31-м заседании Совета иностранных инвесторов заявил министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов. В числе планов страны в рамках стратегического плана развития Казахстана до 2025 года прирост ВВП на душу населения до 46100 долларов США и производительности труда на 4,7% в среднем в год. Для этого, по словам главы Министерства национальной экономики Казахстана, помимо вышеперечисленного, нужно увеличить продолжительность жизни населения с 72 до 75 лет. Выдача наличных на территории Республики Казахстан за январь-апрель 2018 года составила 3 триллиона 900 миллиардов тенге, что на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество транзакций выросло на 15,2% и составило 82 миллиона 900 тысяч, сообщает аналитический портал «Рэнкинг КЗ». На долю банкоматов при обналичивании приходится 84,8% от всего объема. Это 3 триллиона 300 миллионов тенге. Рост за год на 28,7%. Оставшиеся 15,2% приходится на посттерминалы. Там рост за год составил 18,2%. По годовому росту объемов снятия наличных с платежных карт среди регионов Республики Казахстан лидирует Алматинская область, где доля от общей по республике выросла с 4,1% до 4,5%. Следом идет Южноказахстанская и замыкает тройку лидеров Кызылардинская область. В целом рост объема обналиченных средств за год зафиксирован во всех 16 регионах страны. Турция начнет антидемпинговые расследования в отношении американских компаний в ответ на введение торговых пошлин США на сталь и алюминий, заявил министр экономики страны Нехад Зейбекчев. Как ранее заявил глава МИД Турции Мивлючеву Шаглу, Анкара готова принять ответные меры в отношении США после того, как Вашингтон ввел торговые пошлины на ввозимые в США сталь и алюминий. Турция занимает восьмое место в мире по объему производства стали и шестое по объему ее экспорта в США. Товароборот между Россией и Китаем за первые пять месяцев 2018 года вырос на 26,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Свидетельствуют опубликованные в пятницу данные главного таможенного управления КНР. Общий объем двусторонней торговли по итогам первых пяти месяцев текущего года составил 40 миллиардов 670 миллионов долларов. Китайский экспорт за отчетный период в Россию вырос на 20,6% и составил 18 миллиардов 300 миллионов долларов, а импорт из России на 32,6% составив 22 миллиарда 360 миллионов долларов США. Отметим, в мае товарооборот между двумя странами составил 9 миллиардов 410 миллионов долларов. Китай ввез в Российскую Федерацию товаров на 4 миллиарда 400 миллионов долларов, при этом импорт из России в Китай составил чуть больше 5 миллиардов долларов. Четыре десятка соглашений на 13 миллиардов долларов – внушительная сумма договоренности между Казахстаном и Китаем. Таков предварительный итог государственного визита президента Нурсултана Назарбаева в Поднебесную. Кроме того, есть и так называемые ожидаемые профиты, которые по завершению дадут ощутимую прибыль от вложенных средств. Наша сторона рассчитывает, что достигнутые соглашения – еще один шаг к диверсификации нашей экономики. Мы проводим индустриальную инновационную программу свою. 1200 предприятий построили. То есть наша задача построить вторую альтернативную экономику, независимую от сырьевых ресурсов. Ну вот нефть, газ, упала цена до 30 долларов, и мы оставились на бабах. И на металл тоже упали цены, на все виды трудных. Поэтому нам надеяться на эти вот наши ресурсы, недр нельзя. Поэтому надо очень серьезно думать, как дальше двигаться и на чем нам добиваться успеха, на чем будет экономика расти. Казахстанско-китайский деловой совет, который состоялся во время госвизита Нурсултана Назарбаева, собрал около 300 представителей бизнеса обеих стран, заинтересованных в тесном и стратегическом партнерстве. Позитивный тренд, наметившийся в последние годы, также накладывает свой отпечаток. Только за прошлый год взаимный торговый оборот двух стран вырос на треть в сравнении с 2016-м, достигнув 10,5 миллиардов долларов. Причем бизнес в Поднебесной не только намерен продавать и покупать, но и создавать новые производства на территории нашей страны. Одним из соглашений, достигнутых на деловом совете, стала договоренность о реализации большого проекта в автомобилестроении. Производство автомашин дойдет до 100 тысяч штук. Это еще не все. А я вот уговорил, чтобы все запасные части у нас производились, блоки у нас производились. Это значит локализация, то есть все это будет производить на наших предприятиях. Они будут там создавать машиностроение для этого. И даст работу многим предприятиям, многим рабочим. Новые рабочие места появятся и с введением в эксплуатацию уникального предприятия по глубокой переработке казахстанской пшеницы. Инвестиции в проект составят примерно 2,5 миллиарда долларов. На выходе из зерна получат инновационные полиамидные материалы, которые в дальнейшем будут использованы для производства искусственных тканей, пластиков и полимерных покрытий. Таким образом, внутренний спрос на отечественную пшеницу повысится, а также появится продукт добавленной стоимости, причем полностью экспортоориентированный. Вообще, после достигнутых соглашений между Казахстаном и Китаем, может вырасти экспорт сельскохозяйственной продукции в целом. В этой связи можно отметить то, что были подписаны протоколы по фитосанитарным требованиям по экспорту казахстанской говядины и по экспорту сена люцерны. И для нас это как раз таки станет таким важным импульсом для наращивания поставок на китайский рынок. Как мы знаем, Китай является одним из крупнейших рынков. И как раз таки эта ниша, она не заполнена, и Казахстан здесь обладает конкурентными преимуществами. У китайского, скажем так, потребителя спрос на такую органическую, чистую продукцию сельскохозяйственной продукции, он растет, и они готовы платить хорошие деньги за качественную продукцию. Поэтому для нас это очень важно. Именно экспорт сельхозпродукции на сегодняшний день – одно из приоритетных направлений. По итогам 2017 года Казахстан поставил в Китай сельхозпродукции на 180 миллионов долларов. В основном мы продавали пшеницу и подсолнечное масло. Теперь же с урегулированием фитосанитарных норм номенклатура расширится. Еще одной очень важной для нашей страны договоренностью стало соглашение о строительстве нового нефтеперерабатывающего завода, который должен будет покрыть растущий внутренний спрос на топливо. Через 3-4 года будет опять не хватать горючих смазочных материалов, поэтому нам нужен четвертый нефтеперерабатывающий завод. Договорились, что на 50% они войдут туда, 50% мы, и этот завод будем строить. Он стоит около 2 миллиардов американских долларов. Кто такие деньги Казахстану вложит, такие инвестиции? Кстати, об инвестициях. Казахстан и Китай подписали соглашение о льготном кредитовании. По предварительным данным речь идет о сумме около 720 миллионов долларов. Эти средства будут направлены на реконструкцию автомобильной дороги между Алма-Аты и Астамой. Также будет создан Казахстанско-Китайский инвестиционный фонд с целевым размером в 500 миллионов долларов. Средства этого финансового инструмента будут направлены на финансирование проектов в различных отраслях. Это логистика, информационные технологии, потом обработка природных ресурсов, различные индустриальные проекты. Все это будет направлено на то, чтобы усилить именно технологические связи между Казахстаном и Китаем. И будут финансироваться проекты на территории Казахстана. Стоит отметить, что подписанные соглашения – это лишь промежуточные итоги. Заложенный во время государственного визита Нурсултана Назарбаева в Китай фундамент будет приносить профиты еще долгие годы. Субтитры создавал DimaTorzok